Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзорчике будет отель, который называется Макдон. Он находится у нас в Витязево. Здесь есть подрываемый бассейн недалеко до моря и вся нужная вам инфраструктура. А еще очень интересно выглядят номера, друзья. Давайте вместе с вами посмотрим на всю эту красоту и отдых других людей. Гостевой дом находится на улице Нагорная 1. У него есть своя парковочка. Самое важное, что он работает круглогодично. Парковочная зона, причем есть с двух сторон. Очень меня порадовало, насколько красивые здесь высажены розы. Аромат от них великолепный. Как всегда по традиции мы начнем с территории гостевого дома. Здесь есть места, где можно отдохнуть. Вот такие лавочки. Есть интересные зоны. Послушать водичку, как стекает. Очень много внимания уделено нюансами. Это коптильный, который вы можете воспользовать. Но это, друзья, русская печь. Как вам вообще такая тема? Можно пожарить шашвачки. Можно что-то приготовить в русской печи. Есть зона, где помыть посуду при этом. Все рядышком расположено. И очень удобно для гостей. Также на территории есть зона с батутом, горочкой и детским домиком. Все. Внимание к нюансам. Очень много зелени в таких горшках. И здесь с улицы можно пройти к бассейну. Очень красивая ночная архитектурная подсветка. Вот эта лестница. А также можно из самой гостиницы выбраться непосредственно к нему. Бассейн выполнен в виде двух зон. Есть детская зона. Такой лягушатничек и более глубокая. Есть такой вот водопад. Также имеется шезлонги с мягкими диванчиками. Ну и кресла, в которых можно посидеть. Здесь имеется душ. Причем с горячей водой. Чтобы вам было тепло и стыд, вы вдруг захотите обмыться. Ну и такие вот мягкие пусыки. Вот эта зона очень притягательная, потому что здесь разжигается костер. И можно поджаривать шашлычки, сидя прямо за столом. Немаловажным фактором является то, что есть и теневая зона, и солнечная. Для того, чтобы можно было загорать. Возле бассейна есть вот такие вот колокольчики, которые играют и настраивают вашу душу на позитивный отдых. Помимо мест на улице, есть еще и закрытая столовая, в которой вы можете заказать себе комплексные обеды, ужины. Выглядит она вот так. Вот также здесь есть санузел. Места очень много. Есть даже парочка тренажеров, телевизор. Актуальные цены. Можете увидеть здесь. Виды, конечно, здесь очень красивые. Много зелени в горшках. Такая вот тишина. Также в этом кафе проводят мероприятие. Если вдруг вам надо провести какой-то день рождения, то большим удовольствием вам, хозяева данного отеля, помогут это сделать. Про шумоизоляцию я вам расскажу в номере. Но сказали, что здесь оно просто восхитительное. Действительно, когда ходил, смотрел на номера, вы видите, что везде здесь дети, а здесь вот куда не зайдешь, такая прям тишина. Санузлы здесь как отдельный вид искусства. Все очень лаконично, просто, красиво и с максимальным удобством для вас. Смотрите, есть разные детские игрушки с детям, чтобы было максимально весело и интересно. Девчонки сами уже нашли себе мотоцикл и будут развлекаться. Но мы с вами приходим на рецепшн. То есть имеется пандус, ребята, ступеньки. Поднимаемся. Здесь на входе сразу есть место, где можно отдохнуть. Спасибо большое. Здравствуйте. Приезжайте в наш гостевой дом. Будем рады вас видеть. У нас уютно. Рецепшн очень красиво выглядит. Здесь есть детский столик с книжками. И детки могут здесь порисовать, пока вы будете оформляться. Удобное для вас кресло. Также имеется детская зона с таким вот милым набором разнообразной мебели, домиков. Я думаю, ваши дети оценят. При мне было, пока мы делали осмотр, писали все, что надо. Приехали люди. Сразу два мальчика пришли, здесь сели и играются беспокойно. Родители там оформляют документы. И никакой суеты. Это на самом деле очень круто смотрится. Если вам нужен кулер, тоже имеется на рецепшне. Вход в столовую имеется и отсюда, и со второго этажа выход на бассейн. Очень интересно оформленные коридоры, лестницы. То есть светло, красиво. Начнем мы, друзья, с апартаментов. Номер 4 у нас. И самое интересное, что встречает вас вот здесь. Выглядит это круто. Я такого раньше не видел. То есть это подсветка. Выключается свет. Это видно. То есть я сейчас нажимаю сюда, ничего не происходит. Потому что с той стороны включили блокировку звонка. Также включили клавишу о том, что надо убрать номер. Как вам такое, ребята? Вход по карточкам. Открываем. Вставляем карточку. И вот те самые клавиши. Отключаем уборку и отключаем возможность звонить. Теперь подходим. Как вам такое? Илон Маск. Смотрим, друзья. В прихожей есть место, куда повесить ваши вещи. И так отсюда три двери. Давайте справа начнем. Здесь у нас санузел. Санузел очень стильный. Душевые сделаны со стеклением. Никаких шторок вам. Мусорочка есть. Есть полотенце, куда повесить, поставить ваши все вещи. Конечно же фен. Раковина такая интересная. Зеркальце. Все очень красиво и удобно. Магнитные дверки, которые ведут в душевую. Следующая дверь, друзья, по прямой. Мы проходим в сам номер. Первое, когда я зашел, это был номер первый, который я видел. Это то, что высокие такие кровати. Здесь ортопедические матрасы. То есть спать, говорят, очень удобно. Есть предсистема. Очень красиво сделано. Изголовье. Это полноценное спальное место. Оно раскладывается. Но если вы приехали, допустим, без лишнего человека, то зачем оно вам надо? Будет для вас комфортный диванчик. Есть место для хранения. И вот такой вот комод. Место для хранения выглядит вот так. Что касательно шумоизоляции. Мы видели с вами очень много детей, которые бегают, прыгают. А здесь тишина и спокойствие. Как будто вы одни. Также есть выход на балкон. Мы на первом этаже находимся. Здесь у нас балкон, во-первых, можно отметить, что все очень большие, просторные. Сделано очень красиво. Стеклянное остекление. И виды вот здесь во двор. Места для проведения времени на них тоже очень много. Есть где посидеть, стол, стульчики. И следующая дверь у нас ведет, так сказать, в студию. Здесь у нас имеется телевизор, стол, стул, торшер, диван раскладывающийся. Есть плитсистема. И также имеется стол со стульями. Набор кухонной мебели, холодильник. Есть микроволновая плита, панель для приготовления пищи, чайник, наборы посуд. В общем, все, ребята, что вам только может понадобиться на отдыхе здесь присутствует. Обо всем уже за вас позаботились. Чтобы не повторяться, надо сразу отметить, что телевизоры это смарт-ТВ, подключение к Wi-Fi. Вы можете на них смотреть все там соцсети. Тот же самый YouTube просматривать уже на своем телевизоре в номере. Сам Wi-Fi ловит полностью на всей территории отеля. Такие апартаменты рассчитаны на 5-6 человек. Стоимость от 4 до 5-800. Поднялся на второй этаж. В зимний сезон апартаменты будут стоить дешевле. Сейчас мы посмотрим еще одни. И вот со второго этажа вам, пожалуйста, выход к бассейну. Тоже очень большой номер. Он у нас также двухкомнатный. Спальный. Можем увидеть здесь такое же наполнение. Есть раскладывающее спальное место. Есть такая вот двуспальная кровать. Также выход на балкон. Балкон здесь по всему периметру. Сплит-система присутствует. Номер очень большой и просторный. Даже в том месте, где вы будете просто спать. Смотрим с вами кухонную зону. Здесь также полностью весь набор посуды. Все, что нужно для приготовления. И очень важно отметить, я упустил в прошлом номере то, что в каждом из этих номеров апартаментов есть своя стиральная машина. Стол, где можно посидеть. Место, куда поставить обувь. Ваши вещи. Место для хранения. Набор разнообразных полочек. Есть раскладывающийся диван, комод, телевизор, сплит-система. Такой вот переносной столик. Ну, этот стол вообще прям очень симпатично, гармонично вливается. И также можете посмотреть вот такой вот набор с лампадкой. Место для хранения. Набор разнообразных принадлежностей для сна. Выходим на балкон, дорогие друзья. Тут мы сразу же видим стол со стульчиками. И как я говорил, вот выйти можно со спальни и прийти сюда. Также есть возможность посушить ваши вещи. Наличие, собственно, саун-узла. Это подразумевающаяся вещь. Здесь вот так вот душевая кабинка выполнена. Есть унитаз, зеркало, фен. Все очень тоже красиво и приятно. Плитка, даже формат можно увидеть, что широкий. Это тоже красиво смотрится. Смотрим с вами апартаменты номер 11. Они такие же точно, как и прошлые. Но здесь используются немножечко другие дизайновские решения в цветовой гамме. Здесь есть по прямой выход на балкон. И смотрится это еще более просторно. Спальня тоже выполнена немножечко в других тонах. И можно увидеть, как это выглядит со стороны. То есть пишите обязательно, какие вам понравились больше. Плюс сам балкончик выглядит немножечко по-другому. То есть видите, такой вот парапет, с которым можно посмотреть. Ну и сюда выходим. Здесь также поинтереснее. Сейчас мы с вами смотрим номер студии, который рассчитан на три человека. Здесь уже будет немножечко другая цена. С правой стороны у нас есть место для того, чтобы приготовить еду. Ну, имеется здесь весь нужный нам набор посуды. Плита, холодильник. Даже вытяжка на кухне. Бац! Также набор посуды. Сам номер представляет из себя вот такой вот вид. Так как студия, все объединено. Имеется двуспальная крать. Опять-таки очень высокая. Напоминаю вам про ортопедические матрасы. Вид в обратную сторону. Над кроватью есть очень интересная подсветочка. Мы ее включаем. Вот так вот. Смотрится очень красиво. И также раскладывающееся место. То есть номер предназначен до трех человек. Место для хранения, сплит-система, смарт-ТВ. Все здесь присутствует. Место для хранения выглядит вот в таком формате. На балконе имеется стол со студией. Можете посидеть, отдохнуть, выйдя из своего номера. Но санузел выглядит вот так. Раковина, зеркало, фен, душевая зона со стеклением. Также установлена инсталляция. Место, куда повесить ваши полотенчики, здесь тоже имеется. Стоимость этого номера в летний сезон от 4 до 5 тысяч рублей. Сейчас мы с вами посмотрим студию. На двух человек рассчитанную. Номер тоже очень интересный. Заходим, здесь есть место, куда повесить ваши вещи. И плечики, как мы здесь спрашивали, и тапочки присутствуют. Поворачиваем направо и видим вот такое вот великолепное помещение. Включаем свет и начнем наш обзор с санузла. Кстати, мне нравится место для хранения, их не надо открывать постоянно. Здесь у нас есть душевая зона, инсталляция. Также раковина с феном и большим зеркалом. Вытяжка присутствует. Здесь тоже очень красиво оформлен номер. Большое изголовье, высокая кровать, ортопедические матрасы, друзья. И здесь вот свое место для питания. Также есть стульчики барные, микроволновка, смарт-ТВ, зеркальце. Еще один столик. То есть все для вашего комфортного, удобного проживания. Здесь изюминкой является еще и балкон. Кстати, напоминаете, номера можно снимать и в зимний период. Приезжая сюда на небольшой срок, то есть очень удобное место расположения. Своя парковка, все есть, это хорошо. То есть выходим на балкон. Здесь имеется столик с двумя креслами, место, где посушить ваши вещи. А также этот балкон большой, такой угловой споворотный. И здесь вот такая раскладушечка вышная. Ноутбук там, либо книжечка. Сидите, читайте. Wi-Fi работает отлично. Отсюда даже вот мы видим морюшко наше любимое. Высочки, оно проглядывается. Обязательно пишите отзывы, ребят. Потому что в последнее время попадаются прям такие довольно интересные варианты гостевых домов, которые смотришь сам, думаешь, вот это да, люди молодцы, сколько всего интересного придумали. Цена данного номера от 3 900 до 4 400 рублей. Здесь имеется номер студии. Нам разрешили его посмотреть. Да, можете пройти, посмотреть, пожалуйста. Спасибо большое. Сейчас здесь проживает вот девушка. И выглядит она вот так. То есть большущее просто пространство. Обратите на все это внимание. Люди, многие любят, когда не зажато, а все наоборот. Имеется своя кухонная зона. Есть микроволновка, плита для приготовления пищи, набор разнообразной посуды. Вот такой вот столик большущий. Холодильничек. Есть один раскладывающийся диван. Есть такая оригинальная подсветочка. Жалко, камера не передает ее. Но я думаю, вы себе сможете дорисовать воображение. Еще один раскладной диван. И там кроватка. Смарт-ТВ. Тумбочка под ним. И сплет-система. Здесь очень привлекательно выглядит балкон. С третьего этажа отрывается. Шикарный вид. Люди отдыхают, загорают. Красота. И поворачиваем сюда. Здесь также можете разместиться, посушить свои вещи. Очень удобное, классное месторасположение. Отсюда вот виднеется даже наш любимый лиман Бетезевский. Также в номере имеется место для хранения, куда повесить ваши вещи. И санузел. Санузел выглядит вот так. Стандартное наполнение. Инсталляция. Душевая кабинка. Раковина. Зеркало с феном. Стоимость этой студии до 5,5 тысяч. Рассчитана до 5 человек. Последний из номеров будет 12. Чтобы вы понимали, что есть и вот такое вот размещение. Номеров, кстати, здесь не так уж и много. Чтобы вы не думали, что будет много людей. Двуспальная кровать. Плит-система. Стол такой вот большущий. Есть чайник. Набор посуды. Также смарт-телевизор. Место для хранения. Место, куда повесить ваши вещи. А также имеется душевая зона. Здесь инсталляция. Раковина. И душевая кабинка. Свой балкончик. Стол. Стульчик. То есть, также все есть. Вот обратите внимание, насколько классно все продумано. Во всех номерах есть балконы. Балконы огромные. То, чего не хватает во многих гостиницах. У нас, по большому сожалению, кровати великолепные. Даже себе так позволь. Ах! Красота! Номер этот можно снять 2903,5. В шаговой доступности от этого гостевого дома, буквально в двух кварталах, находится пятерочка, красно-белые рынки, разнообразные бары, рестораны. Здесь, в принципе, у нас перенасыщена наша местность всем этим. Есть и разнообразные доставки. То есть, если вы не заходите тут, заказывайте сами, готовите. Голодными не останетесь. Развлечений, видите, зелна, слава богу, хватает. Осталось вас прогулять до моря, показать расстояние. Хозяева заявляют, что до моря около 15 минут. Я им, в принципе, верю, потому что я живу абсолютно рядом с этим домом. Прежде чем отправиться от дома отдыха к морю, я вам предлагаю посмотреть еще два места размещения, а затем уже посмотрим именно отсюда дорогу до моря. Приветствую вас в поселке Витязева. Это улица Южная, 50. Здесь вы можете снять домик под ключ на большую свою семью, либо компанию, которая приезжает в гости к нам. Домик полностью под ключ, рассчитан на проживание до 8 человек. Можете машинки ставить перед двором, можете ставить туда дальше. Проживать здесь можно как в зимний период, так и в летний. Можно снять его вообще на круглогодичном. Смотрите, это другой дом не относится, второй этаж не сдается. Сдается только первая часть этого этажа. Здесь беседочка имеется, озеленение, место, куда поставить машину во дворе. То есть ливневая система вся реализована. То есть довольно-таки очень хорошо продуманный проект. Заборы отделяют вас от соседей, что тоже является большущим плюсом. Есть вот, видим отсюда, сприт-системы. Задний дворик представляет собой вот такую вот территорию, мангал. Место, где посидеть, детская песочница. То есть все, что вам только может понадобиться на отдыхе. Ну или с тобой можете что-то привезти, снять его вообще на круглый год. Вода, свет, тут канализация центральная. Участок три сотки. Заходим в дом. Есть вот место, где поставить там грязную обувь, такая буферная зона, прихожая. Ну а дальше нас встречают уже такие вот хоромы. Места, в принципе, предостаточно. Есть куда повесить вещи, поставить стульчики. По всему дому сделан теплый пол. Давайте начнем с кухни-столовая. Есть такой вот большущий диван, телевизор, освещение, кухня, холодильник, стол довольно-таки большой, много стульчиков. Есть стиральная машина, бойлер, раковина, наборы посуды, микроволновка, плита. То есть все, что вам, друзья мои, только может понадобиться здесь присутствует. Далее давайте пробежимся уже по комнатам, которые тут есть. Вот такая вот большая, родительская, так можно назвать, доспальная кровать. Большой вот шкаф, есть стульчики, столики возле нее, сплит-система, зеркальце. В общем, симпатично. Дизайн очень красивый, продуманный. Мне нравится, когда, знаете, все так очень симпатично и лаконично выглядит. Далее выходим. Здесь коридор. Он ведет в еще одну комнату. А с левой стороны санузел. Санузел очень большой, просторный, с ванной, унитаз, раковина, зеркальце. И зеркало здесь со шкафом. Далее проходим уже еще одну спальню. Здесь есть диванчик, большущая вот такая вот кровать. Также есть комод и рабочая зона. Допустим, если у вас детки, там надо обучаться, то здесь им и есть детям заняться. Сплит-система, картина. То есть места довольно-таки много со своим двором. Стоимость в летнее время 6,5 тысяч. Но в зависимости от времени, количества человек, цена может измениться. По зимней цене спрашивайте напрямую у хозяев. До моря расстояние вы также можете посмотреть по карте. Адрес Южная 50. Здесь рядышком есть у нас на улице Черноморской все нужные и возможные для вас магазинчики. Ну и здесь рядышком работают они также. Но не сетевые, а такие более маленькие. В общем, хорошего отдыха. Едем смотреть еще домик. Друзья, это Южная 43, поселок Витязева. Здесь мы посмотрим с вами домик под ключ, две квартиры под ключ. А можно это все вместе снять, если вы приезжаете в большой компании. Думаю, что вариант очень интересный будет для вас, потому что со своей территорией дворовой очень многие ищут в последнее время. Рядом у нас бетонка, с той стороны асфальт имеется, это улица объездная. То есть мы в хорошем таком проезжем месте находимся и заходим на территорию. То есть высоченный забор, территория закрывается и доступ будут иметь, если, допустим, по раздельности все это снять, только три семьи. Здесь у нас спереди высажены розы, есть другая зелень, есть место, где посидеть. Сюда на территорию могут заехать автомобили, которые приезжают, чтобы они находились под охраной. Здесь вход в дом, он напоминает концепцию прошлого дома, но здесь гораздо все интереснее смотрится, вы это увидите. Хотя, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, кому что нравится. Есть детская качеля, песочница, такая вот большущая великолепная беседка. В беседке есть кресло, качалка такое, стол и две скамьи. Есть место, где нарезать фрукты, овощи, и также кран работает. Центральные коммуникации здесь имеются, друзья, сказали, для многих это важно. Есть мангальная зона, и здесь подъем на второй этаж, туда, где находятся как раз-таки две еще квартиры. Ну и вот такая вот зеленая лужайка, тоже рядышком с домом. Посмотрим сам дом, что здесь есть. Прихожая. Оставляем свою обувь и заходим вовнутрь. Хорошая такая, мощная дверь. И смотрим. Сама дверь с великолепным зеркалом. И тут по всему дому плиточка, теплый пол, как мы с вами говорили. На входе у нас сразу такой огромный просто шкаф, место для хранения ваших вещей. Разнообразные плечики, куда поставить чемоданчики. То есть, ну, места будет очень много. И также вот разводка под теплый пол. Но я думаю, что для отдыха вам это неинтересно. Есть еще зеркало на входе, еще место, где просто повесить вещь, поставить обувь. С левой стороны у нас находится сразу спальня. Можем увидеть, насколько она большущая. То есть, здесь увеличены потолки, огромная кровать, изголовья красивые. Два таких столика перед кроватью и раскладывающееся кресло. Дальше мы проходим. Здесь у нас санузел. Санузел тоже, видите, выполнен в другой стилистике. Есть раковина, зеркало, большущая ванна со стеклом и стиральная машина. Также инсталляция. Тут имеется опять небольшой коридорчик. И проходим в еще одну комнату спальню. С правой стороны у нас место для хранения вещей. Есть кресло, кровать, телевизор, стол и такие вот столики. Также сплит-система для контроля температуры. Место для хранения выглядит вот так. Открываем дверь, друзья. И здесь сердце этого дома. Великолепнейшая кухня, гостиная. Здесь есть диван, раскладывающийся большой стол со стульями. Зона для приготовления пищи с нужной всей вам утварью, посудой, техникой. Все, что только вам надо. Стоит котел для подачи теплой воды. Благодаря вот этому большущему эркеру здесь ровное количество света. И также есть своя сплит-система для контроля температуры, которая вам нужна. Холодильник. Но в принципе все то, что вам надо на отдыхе. Напоминаю, сдается он круглогодично. В летний период времени в районе 6500 на 6,8 человек для комфортного размещения. По суммам остальным спрашивайте у хозяев. Пойдем посмотрим на квартиру, которая находится сверху. Мы вернулись к мангальной зоне и поднимаемся наверх. Лестница очень широкая, очень удобные ступеньки. Поднимаешься и открывается вид на наше зеленейшее потихонечку новое видизело, которое здесь разрастается большущими темпами. Как это все выглядит, вы сейчас увидите уже внутри. Здесь у нас две студии. В одной живут. Она сдана уже на длительный период. Здесь мы заходим, ребятки, и видим кухню-гостиную. Огромное место очень много. Стол, телевизоры, стиральная машинка, посуда. То есть все, что вам только может понадобиться. Также с правой стороны есть место для хранения. Снять можно ее и в зимний период времени. Сейчас мы говорим про лето. Смотрим комнату, в которой вы будете проживать, отдыхать. Здесь такая большая двухспальная кровать. Комод, зеркало, еще один шкаф, есть стол, лампа отдельно, Wi-Fi везде присутствует. Также есть плитсистема. И отсюда у нас уже вход в санузел. Санузел выглядит у нас вот так. С правой стороны есть инсталляция. Бойлер здесь установлен, зеркало, раковина и душевая зона. Рассчитана эта квартира до 4 человек. Стоимость у нее 4,5 тысячи, но она варьируется в зависимости от сезона. Уточняйте все у хозяев. Я думаю, что это очень важно. Уяснить, что всегда можно позвонить, предложить какие-то свои условия, попросить какие-то скидки. А может, он уже все подходит, все устраивает. Вы готовы приезжать и наслаждаться отдыхом, видеться. Теперь, друзья, мы отправляемся к морю. Я по пути вам покажу самые важные места, которые вам надо посетить, чтобы и вкусно поесть, и все, что надо вам купить. Ходим буквально полквартала, и мы находимся на пересечении Лермонтово-Нагорное. Для того, чтобы вообще вкусно проесть, позавтракать, недорого, прям очень круто. Это лучшее заведение, которое есть у нас в Витязево, находится вот в квартале туда. И называется трактир «Русские блины». Я вам искренне от души его советую. То есть можете проводить там вечернее время, либо блинчики сходить поесть. Двигаемся по прямой, просто не люблю там тысячи поворотов. Дойдем до улицы Горького, повторяю, по Нагорной. Нравится смотреть, как Витязева потихонечку тоже обрастает всякими вьюнами, деревьями. Раньше здесь были вообще просто поля, на которых мы сажали картошку. Сейчас гостиницу выгнали, как грибы выросли. За ними деревья, и такая вот красота потихоньку приходит и к нам, друзья. Становимся зеленым, красивым, раем. Добрались, друзья. Буквально несколько минут, три квартала находимся на улице Горького. В левую сторону здесь у нас все магазины. Здесь есть мясной магазинчик с разнообразной продукцией. Фикс прайс и пятерочка. Кофейня, аптека, расстояние доступа к вам, друзья. Мы же двигаемся дальше и к морюшку. Пешеходный переход. Переходим на ту сторону. Кстати, расположены остановочки. С этой можно на 128-й, либо 114-й уехать в Анапу, либо Джимотэ, аквапарк, либо Дельфинарий. С той стороны остановочка, это туда Витязева. Если 114-я, то сам поселок проедите. Если 128-я, можно доехать тоже до интересных пляжиков, дорогие мои. Также можно путешествовать же на машине. Сегодня показывал в эфире возле Локовитя. Шикарная бесплатная парковка. Недалеко до моря. Прошли и там отдыхать. И песок там тоже просеют. Это было очень круто. С левой стороны находится Пандок Кавказ. Отсюда вы можете по номеру телефона, который наблюдаете, заказать шашу-шок домой. Либо прийти, поесть его здесь. Тоже очень хвалят. Там работал Артурчик наш, дорогой. Пока идем по этому бруссеру. Можно увидеть море. Разнообразные гостиницы, отели, люди везде. Как я люблю живой, на полный курорт. Это при том, что сейчас время час дня. И большинство уже после моря отдыхает у себя. Высажены деревья. Скоро они здесь создают такую аллейку очень красивую. Столовок как бы очень много. Вот отель, столовая. Там столовая, там пиццерия. Чайка столовая одна из таких знаменитых. Это у нас вот такой крест. Это место, где я сейчас нахожусь, тоже чайка называется. Можно было, кстати, через сам частный сектор пройти. Но я выбрал именно такой путь. Приходим до конца по тротору. Здесь спускаемся по лестничке. Если что, там есть у нас подземный пешеходный переход, по которому можно с пандусом спуститься вниз, не пересекать дорогу вообще. Я сейчас немножко тут занимался настройкой там своих аккаунтов. Надо было. И прям кайфанул. Так прохладно, хорошо в тенечке. Температура воздуха, например, здесь у нас 26,1 градус. Иду впереди, увидел квас и понял, что в этом году кваску я еще не пил. Экскурсии подходите, узнавайте. Выбор очень большой. А мы сейчас берем квасика. Здравствуйте. Отдайте нам квасика, пожалуйста. 0,5. Здравствуйте. Ваше здоровье, ребята. Тут возле перехода торгует моя подписчица. Квасиком. Привет, ты передавайте. Полтинничек 0,5. Вкусно, хорошо. И двигаемся на морщико уже. Раньше здесь были аттракциончики. Теперь их тут нету. Я очень часто провожу эксперименты. Вот, купили. И теперь мы будем думать, докуда мы это донесем. Потому что проблемы с мусорками, они есть всегда. Сколько машина большая. Рыночек работает. Разнообразные вещи продают. Ну, меня просили не снимать, как бы их. Поэтому своими съемками не напрягаю. Мы снимаем те места, где нам только рады. Справа стороны дачи Делесол. Я вот хочу поблагодарить данный рыночек за вот эту мусорку. Она уже битком. Но сам факт того, что предприниматель начинает ставить мусорки, меня очень радует. Кстати, фонтан походу на очистке. Очень жду, когда здесь все зарастет деревьями. Уже будет очень небольшая цель. Доходим до питьевого бювета. Кстати, там канал сзади. И там черепашки водятся. Детки сидят, смотрят на них. На дисотдыха идут. Кстати, бювет до сих пор не функционирует. Но жаль. Очень бы хотелось, чтобы работало это все. Мы выходим на площадь перед Джемчужной Россией. Я не перестаю здесь возмущаться о том, что вот эта парковочная зона закрыта. Видите, сколько здесь машин можно было поставить. А люди паркуются вот здесь под знаками. Парковка запрещена. Это вообще обстановка общественного транспорта. Вот знак, так выглядит. Рустинка. А так бы сделали парковку для людей. Все вообще сюда приезжали на машину. Ходили бы на пляж. Если вы на машине сидите, то речка Можипсин. Там парковка пока бесплатная. Единственное место, вон, где можно подъехать ближе к морю. И вам никто не предъявит за это денег. Ну, хотя не единственное. Сегодня еще Лук Витязь показывал. В общем, что же на России Арочка ждет нас тут. Видите, привозят детей. Но мы со всеми отдыхающими идем уже на море. А нет, за детьми приехали. Вон целый отряд стоит. Наверное, на экскурсию поедут. Вафли, мороженка. Здесь работает магазинчик. Ну, и куча всяких вкусняшек. Вот кукуруза по 100 рублей. Мороженки продают. Музычка играет. Столовая работает. Все красота. Нет, музычка эта у пацанов играет. Вот вам, пожалуйста, столовые люди. Сидят, едят. Лепешка за 70. Вот шашлычки. Ну, и по традиции мы зайдем к нашим знакомым, которых расспросим по ценам, что по чем хотят. Здесь все подписано. 300 черешни, 260 абрикосики. Здесь 220 нарад. 250 это вишня. Домашние сливы 180, 150 черешников такая. Абрикос по 200. 230 нектарин. Персик по 160. Галоша 220. Подключенный персик по 200. Агурцы и помидоры еще по чем? 100 рублей и 120. Спасибо большое. Хорошая работа. Только оживленный рыночек. То есть можно через него пойти, можно с этой стороны. Мы находимся уже практически возле моря. Проходим далее. Здесь, с правой стороны, туалет за 25 рублей. И еще немножко разных вещей. Ребята жарят вкусняшки. Разная выпечка есть. Продаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Идти готовы, будут рады. Видеть шаурма. Вот так вот. Видите, как радушно принимают шашлычки. Ребята. Аромат какой классный. Что-то там все залипли на рыбок. Фиш пилинг я решил срезать. Максим смотрит наши ролики от души. Подписчик. На жемчужину России стоит. Приходите к нему на экскурсию. Молодых в горе Анапа. Спасибо. Ладно, все хорошо. Убежал. Пляжная зона. Ладно, будем говорить так. Совершенно недолго останавливаясь. Вообще, так сказать, прогулялся. Сегодня еще ветер с моря. Такой поддувает. Для меня для кайта слабоват. Поэтому могу его бризом назвать. Хотя вроде бы он усиливается. Столовая. Можете посмотреть цены. Что почем перед пляжем. И написать, ели вы тут или нет. Мне будет как бы интересно узнать ваше мнение. Также, ребята, тут разнообразная выпечка продается. Сейчас вычет машину. То есть... О, прикольные смайлики на апельсинчиках. Очень много чего интересного, классного, прекрасного друзья. Тут плетут вообще косички. В общем, для каждого из вас, я думаю, найдете себе что-то очень важное и интересное. Здесь достопримечательные становки пляжей. Больше нигде такого нет. Наши дюны на жемчужине тоже такие прям огромные, классные, притягательные. Если здесь у нас не были, то я вам обязательно советую. Приезжайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие по максимуму. С правой стороны туалет есть. Также у нас здесь все, что вам надо в прокат на этом пляже. Имеется. Море у нас волнуется. Смотрю, что появились красные флаги. Это говорит о запрете купания. Здесь, с правой стороны, бар есть. Массажные салоны, батуты. Прискурат цен. На полдня 150 рублей. Шезлон. То есть, самое такое бюджетное предложение. Из всех, которые есть на пляже. То есть, если вы приходите не два раза в день, то вам будет вполне себе выгодно и взять такое. По людям. Есть волна, друзья. Поэтому советую всем тусоваться возле берега. Если вдруг у вас это не получается, то вычего все сегодня туда другие места. Может, когда море волнуется, но это на самом деле немножечко... Чуть меня не закинули песочком. Так надо делать! И все. Здравствуй, наше любимое морюшко. Классное, прекрасное. Смотрю, там дальше желтый флаг. А, нет. Ну, эти красные, желтые, желтые, красные, красные. В общем, купание запрещено. Но, может быть, не запрещено. И наше любимое море. Температура воздуха в море 28,1. Мне кажется, прогноз вообще не имеет смысла смотреть. Потому что они врут. И давайте узнаем температуру водички. Сегодня с утра, когда мы купались, было 23,3, по-моему. Сейчас оно явно теплее. Так, ребятки, если вдруг хотите покататься, банан, таблеточка, либо гидроцикл. А парасейлинг есть в этом году? Парасейлинг есть? А, нет, будет, наверное. Вот попозже будет. Понял. То есть, ну, вот такие условия. Температура воды 25,1. Ну, что, мои дорогие. Дорогие интересные места для размещения я вам показал. Надеюсь, что было интересно, полезно. И приедете к нам на отдых. Всем хорошего отдыха. Самое главное, позитивных эмоций. Пускай все у вас получится. Номера все указывают напрямую. Договаривайтесь. Все работает круглогодично. Отдыхайте и наслаждайтесь. Я с вами не прощаюсь. Мы в интернете. До следующего видео. А сейчас для вас, как всегда, наше любимое море, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok